Музыка Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Перед тем, как начать очередной выпуск, посвященный самым интересным шахматным событиям, которые происходили в мире, хочу поздравить всех вас с наступившим 2022 годом. Я очень надеюсь, мы с Мариной вместе, и не только, я думаю, мы с ней, что этот год окажется более простым, более легким, более продуктивным, чем предыдущие годы, когда в мире бушевала эпидемия коронавируса, ковида, и когда всем было нелегко, многие болели, некоторые даже ушли от нас. И, кроме того, было весьма затруднительно проводить крупные шахматные соревнования. Однако, я опять же надеюсь, мы с Мариной надеемся, что календарь международных шахматных событий и национальных шахматных событий все-таки устаканится, и ковидный фактор перестанет играть столь значительную роль, какую он играл в предыдущие два года. Итак, сутки назад я рассказал о том, как проходили и чем закончились мужские чемпионаты мира по быстрым шахматам и по игре в Блиц, и проанонсировал, что о женских турнирах я расскажу чуточку позже, что, в общем, я в этой программе, в сегодняшнем выпуске и делаю. Итак, в этом соревновании принимало участие большинство ведущих шахматисток планеты, как, впрочем, и шахматистов мужских. Но отсутствие китаянок, я думаю, сыграло все-таки более существенную, так сказать, негативную роль в женских турнирах, нежели отсутствие китайцев мужских, поскольку при всем уважении китайским шахматистам мужчинам все-таки они, ну, не они определяют погоду в мире. Тогда как, если говорить о женщинах, то и сильнейшая, согласно рейтингу шахматистской планеты, шахматистка планеты Хоу Юфань и действующая чемпионка мира Вейдзюнь Вейдзунь все-таки китаянки. Но я думаю, что и без этого турниры удались. Турниры были очень сильными, очень интересными. Ну и, собственно, я уже приступаю к конкретному рассказу о том, как проходила в них борьба. Начну с турнира по рапиду, по быстрым шахматам. И главным, конечно, героем, главной героиней этого турнира по рапиду стала Александра Костенюк, которая с самого старта захватила лидерство, почти с самого старта, ну, буду более корректным, более точным. И, в общем, к восьмому туру, о партии, которого я хочу вам сейчас рассказать, она единолично лидировала. Было понятно, что, конечно, ничто еще не определено окончательно. Стоит проиграть одну партию, и ситуация в турнирной таблице коренным образом изменится. Но вот я думаю, что окончательную точку, в общем-то, в борьбе за первое место как раз поставил поединок между Александром Костенюк и Марией Музычук. Шахматистки, ну, одни из ведущих, ведущие, в общем, можно сказать, обе они экс-чемпионки мира. То есть Александр Костенюк становился чемпионкой мира вначале, потом Марией Музычук в Красной Поляне стала чемпионкой мира. То есть шахматистки очень именитые, партии между ними почти всегда проходят в очень интересной борьбе. И вот смотрим, что произошло на этот раз. Восьмой тур. То есть до финиша было совсем немного. Один из туров всего предполагалось, ну, по согласной играм нужно было сыграть. И Александр Костенюк сделал ход с Е2 на Е4, на что Марией Музычук ответил СЕ7, СЕ5, Конь Ф3, Е7, Е6. Интересно, что Александр Костенюк, который в последнее время очень часто в, так сказать, таких вот ускоренных партиях, в Блице, в Рапиде, делает ставку на ход С2, С3, с легкой руки ушедшего от нас Евгения Слешникова. Но делает это в разных редакциях. Можно вначале сыграть Конь Ф3, поскольку, судя по всему, Александр Костенюк предполагал, что Марией Музычук ответит именно Е6. И тогда, в некотором смысле, ход С2, С3 выигрывает в силе, поскольку сужает возможности соперницы. Ну, Конь Ф6 сыграть можно, но в данном случае было сыграно Д5. И белые могут выбирать. То есть, главный ход, конечно же, ЕД. Этот ход не был сделан. Черный вправе ответить или Ферзь бьет Д5, или ЕД. Получить позицию с фаверной пешкой в центре. Но считается, в общем, не без оснований, что эта позиция для черных не опасна. Но можно поступить и иначе, белыми. То есть, не брать на Д5, а именно так поступает Александр Костенюк, а двигает пешку вперед с намерением тут же ответить Д2, Д4. Ну, коль скоро защита французская, французская защита в репертуаре Марии Музычук не является основным дебютом, то вполне естественно и ожидаемо, что она, Музычук, сыграла Д5, Д4. Д5, Д4, пресекая возможность Д2, Д4 стороны белых, но просто Ж2, Ж3. Вообще, когда-то я вот задумывался, вот как играть белыми на Д5, Д4. Судя по всему, у Александра Костенюк имеются определенные наработки. Она играет Ж2, Ж3, придает игре такой, ну не то что оригинальный характер. Идея-то логичная. То есть, белые быстро финансируют слона, делают ротировку, потом защищают пешку Е5, ладьюсь Е1 и начинают разбираться с тем, что соперница надела в центре. Они, белые, соглашаются фактически на то, что рано или поздно черные сыграют Д4, Д3, заблокируют белую пешку Д на поле Д2. Развитие нормальной слона с С1 будет крайне затруднено, как и конец Б1. Но зато пешка ДН3 превратится в слабость, а белые могут что-то такое на ферзевые фланги предпринять. Собственно, это мы и увидели в этой партии. Конь С6, срон Ж2, ферзь С7 атакует пешку. Времени на аркировку у белых нет, тогда последует конь ГТ5, поэтому ферзь Е2. Ну и теперь можно, конечно, было сыграть конь Ж7. Вообще, вот интересно, что позиции ведем в пользу белых уже. То есть вот так вот реагировать не критично, скажем, не резко на вот эту идею белых черным не стоит. То есть, скажем, конь Ж7, вот естественное развитие я такое пытаюсь предпринять. Скажем, конь А3 с идеей, конь Б5, потом конь Д6 шах, черный еще не сделает. Но ферзь Д7, вот конь Ж6, что такое конь Ж6? Вот стоит вообще конь Ж6 играть или нет? Вот что здесь может произойти? Тогда белый был просто аркировать, и как ни в чем не бывало, скажем, А6 черный играет, чтобы не допустить прыжок белого коня на Б5. Просто ладья Е1, ну, предположим, черный что-то предпринимает на ферзь на фланге, двигает пешку Б на два поля вперед, а белый начинает переводить своего коня, и оказывается, что белый лучше отмобилизован. Что пешка Е5 достаточно надежно защищена, пешка Д4 превратилась в некую слабость, и по совокупности этих обстоятельств белые стоят лучше. Разумеется, ДЦ, ДЦ это явно в пользу белых, можно пожертвовать пешку, и нужно на Д4 черном, но полного счастья это им не приносит белая сильнейшая сторона. Сколько лучше у них, сколь велик их перевес или там преимущество небольшое, это вопрос отдельный, но белая сильнейшая сторона. Это, так сказать, важный вывод. Ферзь Д7 можно здесь сыграть, тогда, скажем, Д3, там, Б6, как-то конь С4, вот так может развиваться борьба, проходить борьба дальнейшая, взятие-взятие, белые ратируют, и все равно, хотя позиция весьма оригинальная, но все-таки у белых лучше в подобного рода вариантах, при подобного рода развитии событий. То есть они определяют, так сказать, ну, а им принадлежит некоторая инициатива. Так вот, Мария Музычок, подумав-подумав, это Рапид, все-таки немножко подумать можно, контроль 15 плюс 10, напомню, в Рапиде соревнования по быстрым шахматам, то есть 15 минут основного временного капитала, который дается изначально, каждый соперница, потом, после каждого сделанного той или иной шахматистской хода, им автоматически добавляется 10 секунд. Ну, щадящий режим, конечно, то есть не бриц, 10 секунд приличный бонус, грубых ошибаться вы тогда не будете, мат там не только ферзем и королем, но даже конем, солоном, король плюс конь против одинакового короля, вы все равно дадите 10 секунд приличный бонус. Вот, ну, d4, d4, d3, то есть в случае взятия на d3 следует взятие на e5, поэтому белые проскакивают вперед ферзем, не играют вот так, тогда у черных отличная игра, а ферзь e4, конь e7, рокировка, конь g6, все логично, то есть похоже на то, что мы видели, но с включением ходов d3 и ферзь e4, ладья e1, белые защищают пешку, разумеется. Слон d7, но здесь уже b6 играть страшновато, там по диагонали что-то такое начнется нехорошее, скажем, после кода конь d4 на b6, b6, конь d4, и у черных неразрешимая проблема. А тут слон d7, но белые играют h4. Идея простая, пока что пешка на d3 была неуязвима, в случае ферзь и d3 последовало конь в e5, у черных отличная игра. А после h4, с угрозой h5, если белые сыграют h5, сгонят коня с g6, куда-нибудь отбросят его на поле e7, тогда они смогут забрать пешку на d3, останутся с лишней пешкой, вопросы исчеркнут, иссягнут, и у белых будет явное преимущество. h5, поэтому играют черные, не отпускай белые пешку на h5. Конь a3, длинная аркировка. Ну вот очень смелый ход, видимо не лучше, но позиция черных объективная и столь хороша. То есть, скорее всего, черным все-таки не стоило уводить короля в опасную зону на ферзьем фланге, а там играть как-то ладья d8, слон e7 и так далее. Опять же, у белых было бы лучше. При коне, стоящем на c4, возникает уже угроза физиатия нд3. Белые готовы затем вторнуться конем на d6. То есть, ну, самое худшее, самое большее, чем они рискуют, это тем, что они отдадут назад только что выигранную пешку. Ну, а после лирной аркировки, конь b5, с темпом на b5, теперь ферзь бьет d3, все здорово. Ну, вот можно ли взять на e5? Вот такая позиция, вот. Белые забрали пешку, а что черные получили взамен, непонятно, если они не берут на e5. А предположим, они берут на e5. Ну, тогда конь бьет a7, если другой конь взял бы на e5, то можно изменить порядок ходов, или все равно взять на a7. Разница большая, нет, ферзь отвлекается, у белых лишняя пешка. Ну, и, в общем, можно подбить некие итоги. Что черные могут взамен? Разменять солонов белопольно и остаться, в общем-то, у разбитого корыта, у белых лишняя пешка, у черных слабый король, уязвимое положение короля на c8. То есть, преимущество белых близкое к решающим. Во всяком случае, в столбик, как он так, оценить путь за белых, позицию уже можно. Ну, чтобы не пойти на этот вариант, играет Мария Музычок a6, конь d6, шах. То, что мы уже говорили, пешка у белых лишняя, правда, такая легко съедаемая на d6, но черным надо еще раскрутиться. Конечно, белые ферзь на d3 блокируют пешку d, и закончить развитие белым тоже непросто, но время у белых есть. Они играют ферзь e2, вот просто. Ну, хотите брать d6, берите, черные берут, белые играют d4. Ну, и оказывается, после этого, что бить-то второй раз на d4, черные не могут. То есть, белые добились прекрасного развития, черный король рекортировал под атаку, диагональ g2, b7 страшная для черных, ну, и еще одна диагональ, вот-вот, какая-то чернопольная, уже для белого слона c1 может открыться. Ну, например, конь d4, вот делаем такой полубезрассудный, но логичный по-своему ход. Вот, берем, берем, играем слон e3, затем ладья c1, мы пытаемся просто продолжить этот вариант, затем играем ладья c4, сгоняем черного ферзя, затем играем ферзь f3, создаем угрозу мата. Кстати, вот здесь у черных не очень много полей для отступления, вот можно на b5 было сыграть. Первый мог сыграть a4, прогнать ферзя еще дальше, ничего хорошего у черных не будет. Вот, а тут что? Ферзь f3, висит мат на b7, если слон c6, то жертвуем качество, если bc, тогда бьем на f7, висит конь, и грозит ферзь a7 шах, если конь e7, тогда слон f4, и выигрываем ферзя. Хотя, с помощью связки такой вот, если конь e5, то все равно ферзь a7 и слон f4, и все равно выигрываем коня, и тоже легко выигрываем партию. То есть, здесь совсем худо, в случае взятия пешкой, в случае взятия ферзь, тоже плохо. Тогда бьем на f7, висит конь, висит ферзь, скажем, конь e5, пытаясь организовать контратаку, тогда слон f4, конь связан, ферзь d6, ферзь бьет b7 мат. Ну, а что еще? Висит ферзь, висит конь, а если отступить ферзь, у меня осторожно, d6, то получим мат, или на c5, разницы нет. Мат все равно на b7 будет дан. То есть, понятно, что слон c6 плохо здесь, в этом варианте. А если сыграть там ферзь d5, ну тогда ладья d4 есть такой ресурс, очень неприятный для черных. И после взятия на f3 даем шах, отвлекаем затем еще одним шахом черного короля от белой ла9, слон f3, взятие на d8 там, ну не то что равенство, у белых лучше по слон b7, ну не так много. А по слон b6 совсем выигранно. Отвлекли короля, забрали на f3, у белых лишние качества, плюс завязаны черные по восьмому ряду. Ну, конечно, можно увести слона на c6, разменять всех, но ладья против коня, поручится, наверное, абсолютно безнадежно для черных. Вот. Ну, это по поводу кода конь bd4, который Бария Музычук не сделала, она сыграла сильнее, во всяком случае упорнее, интереснее, король b8. Саша просто ответила слон e3, конь b4, конь e5, отличный ресурс. Двойной удар на e5 не идет, это слон f4, теперь теряется ферзь, один раз однако надо взять, второй раз нельзя, как я уже сказал. Ну, можно и ферзь слон f4, можно и вот так вот выиграть ферзя, так сказать, дело вкуса. Но после ферза 7 белые играют ладья c1, слон c6, черные как-то консолидировались, но понимаете, вот теряется качество. Как оценить возникшую позицию? Ну, она объективно, конечно же, для белых выигрышная. У белых ладья за коня и пешку, важно, что не за слона и пешку. Слон и пешка дают очень приличный эквивалент, так сказать, неполную компенсацию, но хорошие шансы отстояться. Здесь же, наверное, белым стоило сыграть при ферзях, вот так. И тогда у миттершпиля, у них, ну, почти выигрышная позиция при хорошей, аккуратной, четкой игре. А Александр Костенюк решил поменять ферзи, и здесь уже, хотя это конь и пешка за ладью, а не слон и пешка за ладью, но все-таки шансы у черных на спасение есть, потому что опорные пункты прекрасные в центре, конь на d5, слон его поддерживает, пешка на e6. То есть пробиться нелегко, хотя объективно понятно, что позиция должна быть выигранная. Ну и вот мы смотрим, как продолжалась дальше борьба шах. Все планы белых могут быть связаны, ну, основные, во всяком случае, логичные, с организацией продвижения b4-b5. b5 следует сразу. Теперь, если поменять слонов на поле b5, то пешка b7 будет обречена, и белые выиграют без хлопот. А с другой стороны, что еще делать? Все-таки конь может стать не d5, а пешка черная переместится с полной b7 на b6, что и происходит, в общем. Белые не торопятся с атакой пешки b7, потому что все равно b7-b6 последует. Ну, b6 следует сейчас, ладья отступает, ладья a7, ладья c4. Кажется, что выиграть позицию очень-очень трудно, но, наверное, это действительно так. Выиграть очень-очень трудно, и, конечно, Костенюк, разменяв ферзей, затем начав такое маневрирование, подуменьшила свой перевес. Здесь даже нельзя четко так однозначно сказать, что позиции в столбик в пользу белых, плюс-минус столбик, скорее плюс равно, ну, какой хороший плюс равно под столбик. Ну вот, что было дальше? Король f5, король e2, белый подтягивает короля на ферзовый фланг, тогда уже можно какие-то даже варианты с жертвой качества рассматривать. f7 f6 ослабление, я не знаю, могли ли черные без него обойтись, но хочет организовать контр-игру на фланге. Здесь Мария Музычук, понять ее легко, но после ладья cb5 уже выясняется, что по всей площадке слабости черных могут начать сказываться. И пешка на b6, и пешки королевской фланги слабы, до определенной степени ладья c4 защищаемся на случай взятия на h4, чтобы взять ладьей. Ладья d7, ладья c6 угрожает, ладья 5 бьет на b6. Угроза, от которой непонятно, как защищаться, потому что если уйти королем в сторону, то подвиснет пешка, стоящая на поле e6. Король g6, там или король g4, подвиснет пешка. Ну, может быть, что-то такое стоило сделать, вот, взять и на h4, взять и на h4, и чем нам стоило сыграть e5? Вот перекрыть этот ряд, и здесь у белых, видимо, все-таки достаточно объективно преимущество для победы, но реализовывать его было бы очень трудно. А была сыграна ладья b7, тупо цепляясь ладьей в защиту пешки b6, и это ошибка, которая, ну, делает позицию белых технически выигрышной. А4, и оказывается, что угроза а4, а5 с одной стороны есть, а с другой стороны, если ладья выскочит в эту сторону, отскочит с поля b7, тогда ладья c6 бьет b6, под какой конь d5 связан. То есть позиция стала сразу из просто худшей, неприятной, даже тяжелой, ну, в общем, шансами на успешную защиту до черных. Для них безнадежной. Ну, вот ладья убегает, потому что А5 красит, что делать? А теперь ладья бьет, цепя шарик бьет b6, проходная образована, и остальное уже дело несложной техники. Ладья бьет e6, там ладья b1 шаг, король c4, посмотрела Мария Мазачук на эту позицию, не хватает уже всего на свете, и признала себя побежденной. Ну, что это означало? Означало это то, что, давайте посмотрим на итоговую таблицу милицевого чемпионата, что Александра Костенюк увеличила свой отрыв, и в конце концов она заняла первое место. Отмечу, что Костенюк здорово оторвалась после восьмого тура от своих конкуренток, и то обстоятельство, что итоговый отрыв, итоговый отрыв Александра Костенюк от бибисары Асаубаева из Казахстана, молодой, очень талантливой шахматистки, составил всего лишь пол очка, и очко от Валентины Гунина и Екатерины Рогно, двух еще российских шахматистов. Кстати, скажу, напомню, я уже говорил об этом ранее, в предыдущей программе, что россиянки в силу соответствующего решения Международного Олимпийского комитета на чемпионатах мира, россияне, россиянки и так далее, по всех видах спорта, не имеют права выступать под флагом России. То есть, они выступают под флагом Федерации Шахмат России. Ну, ладно, какая разница в концовах. Итак, вот, я пишу все равно Россия, а не так, Федерация, не ФШР, ничего-то такое, поскольку, ну, просто это некая казуистика. Тем более, что и к шахматам, и ко многим другим видам спорта все эти, так сказать, зоберинговые скандалы отношения не имеют никакого. Ну, босс с ним, в конце концов, не суть важна. Итак, запомним о том, что Александра Костенюк заняла уверенно первое место в конце. Еще раз напомню, что сократила большое отставание, но бибисара Асаубаева вряд ли могла рассматриваться как очень серьезный конкурент. Для Александра Костенюка в этом турнире. Но финишный спорт бибисара Асаубаева привел к тому, что заняла чистое второе место. И вот самое интересное, что вот в турнире по Блицу, который начался на следующий день по завершении турнира по Рапиду, именно бибисара Асаубаева уверенно захватила лидерство практически на самом старте. И мне кажется, что во многом определяющим оказался в этом турнире поединок между Александром Костенюк и бибисарой Асаубаевой. То есть, если бы закончилась эта партия иначе, то вполне возможно, что по-другому пошла бы борьба за победу в турнире. Ну и вообще, так сказать, весь сценарий был бы разрушен, так сказать, решительно изменен. Итак, бибисара Александра Костенюк против бибисары Асаубаева. И Александра Костенюк попыталась, ну, разыграть нечто подобное. В данном случае она не ожидала от бибисары применения чего-то подобного в системе Пауссина, то есть схода Е6. Поэтому она, Александра, начинает с хода С3, следует конь Ф6. И вот такое вот разветвление. Конь Ф3, впрочем, конь С6, Д4, взяти-взяти, Д6, черный не торопится с хода Е6, обращая Ушанюане на это. То есть срон С4, белые должны сыграть, вынуждая продвижение Е7, Е6. Иначе, если бы пешка уже стояла на Е6, белые могли бы не делать этот ход, строго говоря, необязательно, и полупотеря темпа этот ход. Вот. А план белых в чем состоит? Чтобы расставить как-то свою фигуру ферзя на Е2, срона на Д3, пешку на А3, чтобы на Б4 не ездили черные кони, потом может быть ферзь Е4. Ну, какая-то атака на королевском фланге под прикрытием сильного пешечного центра в форме пешки Е5. Но вот оказывается, что вот этот план, а белые должны вот так вот его проводить, притворять в жизнь, чтобы не дать черным очень эффективной контр-игры, он не столь однозначен, не столь эффективен, но бить на Д5 не хочется, и отказ от всего на свете. Там удар-удар, конь С3, слон Е6, ну, равенство белые, наверное, имеют, там слонов 4 могут сыграть, но вряд ли больше. Поэтому вот ход А2-А3 на борьбу, на попытку обыграть соперницу, берется под контроль поле Б4, вряд ли белые планируют выступление слона на А2, скорее всего на Д3, где он будет чувствовать себя вроде бы относительно уверенно в контексте того, что поле Б4 недоступно для черных коней, но поле Б3, например, ослабляется. Пока что А7-А6, опять же, удар на Д5 это заслуживающее внимания продолжение, но на ничью, не на выигрыш. Слон Д3, взятие на Е5, взятие на Е5, ладья Д8, я подозреваю, что Бибусара Асоумаева была все-таки хорошо готова, не конкретно к партии против Костенюк, поскольку это Блиц-турнир, контроль 3 плюс 2, тут не до того, чтобы что-то такое анализировать, конкретно готовить под соперниц, но в принципе, вот просто имея в виду, что соперница та или иная может разыграть с ней систему с С3, она вот так планировала реагировать и подреагировала в партии против Александра Костенюк. А2-А4, тоже логичный ход, вброс в спешке, чтобы организовать атаку, конь А5. Вот это интересный момент, то есть белый-черный планирует отторжение на поле Б3, и вероятно, стоило здесь белым сыграть слон Ж5. Вот у меня есть подозрение, что слон Ж5, было здесь разумное продолжение, оно не последовало. И тогда белые бы были точно вне опасности. То есть вторжение на Б3, это палка о двух концах, потому что там можно ударить на Х7. И в случае короля Х7, ферзь Д3 шаг, взятие на Б3 с лишней пешкой. А если на С2-А7 как-то по-другому реагировать, ну в конце концов белые могут даже смотреть варианты жертвы качества. Чёрные очень сильно ослабились. Ну вот слон Ж5, видимо, было правильное решение. Александра Косинюк сыграла ферзь Е4, так, по стандарт действия логичная для Блица, угрожает ферзь Г7, Ж6, теперь конь Д2, прикрывая вот это самое поле на Б3. Но оказалось, что вот такая внешне логичная и вытекающая на уровне рефлекса реакция, она не совсем удачная, потому что чёрные играют Б5. Белые не успевают создать реальные угрозы чёрному королю. Ну теперь, вот при таком построении, а слон с Б7 и конь с Б3, если его туда запустят, они оказываются очень таким весовым аргументом, очень грозной силой в руках обладательницы чёрных фигур. И действительно, Н5, вот зацеп, но слон Б7, удар-удар. Если белым дать бы ещё время какое-то и создать угрозу удара на Ж6, то да, то всё будет хорошо у них, но у них нет этого времени. Более того, вот сейчас уже окончательно стало ясно, что белые сделали явное не то, что у них просто нехорошо. Не просто хуже там, а просто нехорошо, они не успевают раскрутиться никак. Ведь конь Ф1 под конь Б3, да и вообще подоскохи чёрного коня с поля Д5, С3 можно, когда конь Ф1 сыграть. Но интересно, что вот на ферже 4, такой внешне естественный ход с угрозой слон Б6, чёрный играет конь Е3 сразу, а темпу мгновенно атакует чёрного белого ферзя, заставляя поэтому взять ФЕ этого коня, а ладья бьёт Д3, от атаки белых не осталось ничего, пшик сплошной, структура их разрушена, важнейший слон уничтожен, разменен на коня, пешки ослаблены, но безнадёжно у белых, и в общем это вскоре дало о себе знать, то есть результат оказался налицо, просто чёрные выиграли. Точный удар конь бьёт Б4, висит на Е4, в случае АБ взятия ладья бьёт Е4, но конь Ф6 не лучше было, чем конь Д6, не лучше, не хуже, конь Ф6 не был, ход сделан, тогда взятие на Ф6 и взятие-взятие, размен-размен, смотрим ласками на позицию, оказывается шучу на двенечные пешки без малейшей компенсации, при великолепной ладьеве, великолепном слоневе, великолепном коне на Д3. Но конь Д6 сыграл Александр Костенюк, взятие-взятие, и ферзь дал шаг с поля Ц5, белым дорог хороший совет, абсолютно безнадёжная позиция, как ни играй, как ни крути, ну, Александр Костенюк сыграл ферзь с Д4, опять же, считать это слишком я не могу, чёрный был, где сыграть ладья бьет Ж2 сразу, но они решили взять-взять, и взять на Ж2, и белые сдались, белые сдались, потому что говорить не о чем, там, на сколько можно сыграть даже ладья А2, забрать эту ладью, может быть, по-другому, даже не хочу, так сказать, смаковать или там как-то анализировать то, что здесь может последовать с ручей король Х1, у белых совсем плохо. Ну вот после этой победы Биби Саубаева, а напомню, что речь идёт сейчас о турнире по Блицу, то есть о чемпионате мира по Блицу, он проходил по швейцарской системе, ну, оторвалась, Биби Саубаева оторвалась от своих конкуренток потенциальных, реальных, ну, Александра Костенюк, конечно, таковой, как одной из конкурентов, воспринималась, и её отрыв достигал там двух очков, иногда сокращался до полутора, то есть она очень уверенно обыгрывала всех соперниц, скажем так, из неэлитной группы, просто под ноль. Вот. И казалось, что за три тура до финиша, что всё, что судьба первого места определена, решена и так далее, что Биби Саубаева, ещё раз напомню, молодая казахстанская шахматистка, одно время она даже, так сказать, переехала в Россию и выступала под флагом России, ну, потом какой-то был на неё наезд очень странный произведён, когда инкриминировали абсолютно абсурдно, ну, я не знаю, читерство, ну, я думаю, что своим результатом, своим выступлением здесь она в лишний раз ещё, в энд плюс первый раз доказала, что это всё полный абсурд чушь собачий и просто навет, такие наветы, кстати, ну, история шахмат в последнее время не знает, но это, так сказать, лирическое отступление. Итак, вот за три тура до финиша Биби Саубаева, опережая ближайших соперниц на два очка, или на полтора в этот момент было, на полтора, ну, от Катерины Лагно её отделяло два очка. Играла с Катериной Лагно, а ближайшими конкурентками были в этот момент Валентина Гунина и Полина Шуварова, две российских шахматистки. И вот что произошло в этой партии между Катериной Лагно, в тот момент, как я понимаю, обладательницей ещё, так сказать, звания чемпионки мира по Блицу, и Биби Сарой Асаубаевой. Смотрим. Катерина Лагно сыграла Е2-Е4, последовало С7-Ц5, Конь Ф3-Д6-Д4-Взятие-Взятие, Конь Ф6-Конь С3-А6-Серон Е2-Е5-Конь Б3-Серон Е7-Серон Е3. Но вот Катерина Лагно любит подобным образом, примерно, скажем так, концептуально разыгрывать дебют, не ставя сразу каких-то жёстких тактических проблем перед соперницей, а играя, скажем так, на понимание, на постепенное переигрывание. То есть тактика, с одной стороны, логичная, неплохая, но, с другой стороны, эффективность её неоднозначна. То есть всё зависит от того, кто соперница, соперница, сколь она именита, сколь она уверена в себе, сколь она здорово понимает шахматы, ну и как она, так сказать, реагирует на все эти вещи. Ну вот Ж4. После того, как белые закончили развитие, почти закончили развитие, ретировку они не сделали, и после хода Ж4 становится ясно, что, скорее всего, белый король идёт в длинную сторону, не на Ж1, а на С1. То есть Ж4-Серон Е5, логично. Чёрный ведь тоже не оказывает никакого давления пока что на центр белых. Угрожает Ж5, ну, слон Е6, Ж5, конь отступает, белые играют Ферзь Д2. Понятно, что их планы связаны с длинной ретировкой. Конь Д5 сразу, поскольку сейчас взять на Д5 для чёрных явно невыгодно, а белые без ослаблений перегруппировались, и, в общем, позиции их, конечно, лучше. То есть понятно, что белые добились кое-чего. С другой стороны, вот опять, контрград у чёрных кое-какая всё-таки образуется, появляется. Конь бьёт Е7, сразу играет Катерина Логно для того, чтобы оказать давление на пешку Д6, и вот на Д1 идёт Ладер. Я не знаю, ну, длинная ретировка это немножко не то, но, может быть, стоило взять на А5. Вот чёрные пить подставились, пешку А5 на самом деле можно было взять. Но, видимо, как-то Катерина решила, ну что, ну, в общем, куда-то отвлекаться, на какие-то боковые манёвры, забрать эту пешку. Хотя ход логичный. То есть убивается при этом возможность контрград у чёрных на ферзьевом фланге, А5-А4 это конкретная идея, и не выпускается конь на поле С6, конёс белых С5. Я не знаю, Ладер Д1 сыграл Катерину Логно, последовал А4, то есть чёрные проскочили своей пешкой это самое ключевое во многом поле А5 и получили кое-какую контрграду после конца С5, поскольку висит на А4. Ну, Д6 можно забрать, но лучше будет всё-таки у белых не так уж сильно. Ну, ферзь, как Д6 играет Катерина Логно, и идёт на этот обмен ударами, после которого, в общем, чёрные получают хорошую игру. Я думаю, что идти на этот обмен ударами белым не стоило, а вот здесь вот вместо взятия на Д6 стоило сыграть Ф3 с лучшей игрой. Всё равно лучшей игрой, поскольку своего белые добились. Разменяли коня, то есть разменяли слона чёрных на Е7, ослабили пешку Д6, продвинули свою пешку ДЖ5, создали предпосылки для атаки на чёрного короля, а после ферзь Д6 игра переходит в окончание, повторяя вот этот вариант, и очень точный ход А4, А3, но он не слишком оригинальный при всём при том. И оказывается, что поскольку белые должны взять всё-таки эту пешку, ну, если Б3, вот можно играть Б3, вроде хочется играть Б3, давайте я сделаю этот условный ход, Б2, Б3, ну, вот конь Д7, ладья бьёт Б5, то есть такой вот тут вариант, который лежит на поверхности. Теперь конь С3, белая ладья оказывается в каком-то непонятном положении, ладья Б4, скажем, ладья, ну, АС8. Угрожает конь ГТ2 и ладья бьёт С2. Ну, не знаю, слон Д3 можно сыграть? Если слон С4, просто портятся белые пешки, в белых ничего нет. А слон Д3 можно сыграть? Тогда Е4. Тогда Е4, сгоняем слона. Если у Таргана Е4, развен, развен, ладья бьёт С2, у чёрных активные фигуры. И очень хорошая игра, несмотря на отсутствие пешки. Скорее, у чёрных здесь перевес, чем что-то лучше. То есть Б3 не панацея. Ба, поэтому играет Екатерина Лагно, конь Д7, ладья бьёт Б5, конь С3, ладья Б4, ладья бьёт А3, слон С4, конь бьёт А2, ладья бьёт А2, слон бьёт С4. Такой обмен. И возникло вот такое вот окончание, которое, конечно же, у белых получше, поскольку они могут сделать по правилам. Король их не ходил, и ладья А1 не ходила. Короткую ракировку. То есть, у белых слон против коня. Какая-то проходная по линии С, но проходная по линии С, это не проходная по линии А. Это не отдалённая проходная. И поэтому говорить о значительной преимуществе нельзя у белых. Да и вообще преимущества по большому счёту нет, но чуть-чуть лучше. Не было бы, точнее сказать, если бы чёрные сыграли ладья А8. Белые угрожают ходу ладья А1, атаковать чёрного коня. Но ход ладья А8 парирует эту идею, поскольку на ладья А1 есть возможность разменять ладьи. Мата по восьмому ряду не получается, но чуть-чуть лучше у белых, а может и ничего нет. То есть, близко к равенству. А если сыграть не ладья А1, а ладья С7, тогда конь Ф8. Конь отступает на поле, которое освобождено ладьёй, которое прыгнуло, отпрыгнуло на поле А8. Ну, дальше на Ж6, при необходимости чёрный конь прыгнет. Скорее на Е6, там может быть Ж6. Ладьи активные, позиции близко к равенству. Ну, было сыграно Е6. Так сыграло, так поступило здесь, в этой позиции Биби, Сарая, Асоубаева. Блиц есть блиц, ход неудачный. После ладья А1 уже у коня нет полей для отступления. Куда? Хороших полей. Ну, как его защищать? Там ладья А7, что-то тогда пропускается ладья А8, шах. На Б6 играть нельзя, ну, конь Б8. Взяли. Ладьёй снова играть нельзя, шах восьмого ряда. Вторая ладья заходит на Ф8, там, на Д8 или С8 вторая ладья, и все равно выигрывается фигура. Ну, надо играть так вот. Теперь слон А6, кажется, совсем худо-черным, поскольку там к черным их королям попало в опасности. Ладья Ж4 идей, и по седьмому ряду неприятности. Ладья Е8, ладья С7, ну, совсем худо. Но у черных находится прекрасный ресурс, ладья А6. И вот здесь белые, конечно, могли сыграть ладья Ж7. Это было правильное решение, затем отступить ладью из угрозы слон Ж7. И здесь преимущество довольно заметное у белых, хотя так не скажу на столбик. Все-таки можно сыграть ладья АЕ6, и больше одной пешки с помощью С7, слон Бьет Ф6, черные не отберут. Ну, шансы на выигрыш были бы вполне конкретными. А после ладья Д3, хода сделанного Катериной Лагна, черные защищаются. Четкий ход Ф5, ради этого ладья прыгнула на А6, чтобы атаковать слона. С А6, шах, теперь ладья идет на подиже 6, ладья Бьет Ж6, но можно было начать с хода ладья Ж7, разницы нет на самом деле, потому что все равно забирается пешка. И теперь шахот Король Х7 давал черным четкую ничью. То есть позиция слабости, конечно, ладья атакована, бить на Ф5 нельзя, потеряется слон, лучший по этому уход это вот такой. Но ладейник мертво-ничейный на самом деле, хотя у белых формально лишняя пешка, но там и король может активизироваться. Ну, пешка не играет большую роль, не буду вдаваться в подробности, короче говоря, это ничья. Четкая, несложная ничья. А было сыграно не король, не, извиняюсь, не король Х7, неправильное решение, а ход ладья С8, теперь слон Ж5, ладья бьет С2, ладья идет вперед, взятие, конь Д7. То есть, опять же, сказать, что у черных здесь плохо или тяжело нельзя. У черных хуже, защищаться неприятно, но по большому счету, конечно же, позиция эта держится, пешки на одном фланге. У черных свои плюсы, вот так, вот так, Е4, ладья отступает, и теперь нужно, необходимо было черным сыграть конь Е5, ход, который, видимо, почти форсированно делал ничью, разумеется, с позиции слабости, без пешки и так далее, так как в случае хода ладья бьет Е4, последовал бы конь в три шаг, слон уничтожается, вроде бы белые связывают коня и получают две лишние пешки, но это не так, поскольку есть ход король Х5, атакующий ладью, заставляющий ладью взять на Ж5, теперь взять на Н4, ладья Ж8, и просто черные стоят, вот они связывают пешку, Ф2, король белых должен попытаться активизировать свою позицию, если ладья уйдет с линии Ж, то король черных встанет уже куда-то на линию Ф, это будет простая ничья, шансы белых связаны только с тем, что король черных отрезан по линии Ж, но попытка активизировать ни к чему не приводит своего короля, потому что этого короля начинаем атаковать шахами, и когда он уходит назад, если идти вперед королем, все равно будут шахи сбоку, а потом ладья встанет на линию Ф, если белый король далеко убежит куда-то на ферзевый фланг, а тут ладья идет назад, на А2 связывает пешку, и белые не могут в них усилиться, это мертвые ничья, вот, а если здесь не ладья БТ-4 сыграть, в этом варианте, вы видите же салатового цвета, черные поля на доске, это означает, что это боковой вариант, а не основное развитие партии, если слон Д8, тогда гоним этого коня, преследуем его, если вот так вот сыграть, тогда король Ф5, атакованный и то, и другое, сыграть ладья Д4, защищая слона нельзя, из-за кони в 3 шаг, вилка и черные выигрывают ладью, но иначе можно, конечно, отдать качество, и зафиксировать ничью со слоном двумя пешками против ладьи, мертвая ничья, вот, поэтому на И4 брать невыгодно, а если сыграть слон Б6, ну, сыграем ладья Ц6, снова то же самое, вид сбоку, ну, можно, конечно, вот как-то отступить, конь Ф3, отступление, король Х5, возникает вот такая позиция, но это простая ничья, просто потому, что черные снова легко, сторона, длинная сторона, по линии А можно давать шахов много, отогнать белого короля куда подальше, ну, а после этого, когда король уйдет, уже активизирует своего короля и поставит его перед пешкой, ну, я говорю банальные вещи, ну, просто вот, иллюстрировать их имеет иногда смысл, для того, чтобы ваши какие-то сомнения на предмет оценки, на предмет того, что вот я говорю, что мертвая ничья, все-таки развеете эти сомнения. Итак, вот с коней 5 делал легкую ничью, он обидел Сарава Суайвай, сыграл конь Ц5, защищая пешку, логично, но этот код сразу проигрывает. Почему? Потому что шах. Потому что ладья Ц6, конь связан, угрожает салон Е3, что делать? Ладья Ц1 нельзя сыграть, салон на Ж5 контролирует это поле. То есть как ладья Ц3, что ли, сыграть? Ну, я уж не знаю, что ладья Ц3 белые сыграют, сделают. Король, Ж4 было сыграно. Если вот так сыграть, давайте я попытаюсь найти четкий путь к победе. Ну, четкий путь к победе довольно естественный. Вот, атаковать можно эту ладью, если она уйдет куда-то, то взять МЦ5, а если она уйдет вот сюда, тогда ладья бьет Ц5, обращающего внимания, если бы король стоял не на Ж5, а где-нибудь в другом месте, тогда ладья бьет Д2, но это шах. Король стоит по пятому ряду, поэтому салон Д2 в последующем салон Е3 выигрывает форсированную партию. Не помогает черным ходом ладья Ц3. Ну, а после король Ж4 салон Е3, ну, довольно долго еще продолжалась борьба в этой партии. Ну, не борьба, а игра. Это уже была не борьба, поскольку реализация лишнего салона в такой банальной ситуации не составляет никаких проблем. И вот самое любопытное, на мой взгляд, состояло в том, что после того, как проиграла Бибисара Асаубаева эту партию, она попала на Александру Горячкину. Александр Горячкина невероятно сильная шахматистка, вице-чемпионка мира. В классику играет прекрасно, с мужчинами играет достойно. В крупнейших соревнованиях на суперфинале мужского чемпионата она поправилась совершенно законным, честным путем в результате спортивного отбора, блистательно выступив на высшей лиге чемпионата России. Ну, все мы знаем. Александра Горячкина прекрасная шахматистка. Сейчас она лидер мирового рейтинга, если не считать, Хоуи Фань, которая от шахмат немножко отошла, а остальных она превосходит по рейтингу классическому. Ну, здесь, правда, конечно, другая игра. Я думаю, что смена формата в пользу Бибисары Асаубаевой, конечно. Но, поскольку одну партию проиграла Бибисара, еще бы она проиграла черными, играя с Александрой Горячкиной в предпоследнем туре, там последний тур, отрыв будет у нее от ближайших преследовательств, так, по ощущению, не более полу очка, и тут может все, что угодно случиться. То есть, внезапно, борьба из совершенно ситуации однозначной, когда, казалось бы, за три тура до финиша победительница, будущая чемпионка мира, определилась, все ясно, стало неясно. Выиграл Горячкина эту партию, сама она оставала очень-очень-очень сильно. Напомню, что швейцарская система, при большом числе туров, приводит к тому, что ближе к финишу лидера встречается с шахматистами и шахматистками в данном случае, сильно-сильно-сильно от них отстающими. И вот она нарвалась на свою беду Бибисара Асаубаева на Александру Горячкину в предпоследнем туре. Смотрим эту партию, от которой зависело очень много. Итак, что сделала Горячкина? Ну, она, в общем, разыгрывала дебют так, как ей положено. Ну, вот такие ходы, слон G7, G4, D6. Бибисара разыграла страны-индейскую защиту, система Земиша, и конь Е2. Ну, можно брать эту пешку, но тогда вроде бы как у черных неплохая контр-игра и считается, что так играть черные могут. Вот какая-то классика Земиша типа Е5, там конь С6 и так далее. Мы все знаем, помним, всякие знаменитые партии еще, так сказать, начала, середины 50-х годов. Короче говоря, это все-таки в пользу белых, конечно. Вот как-то в пользу белых. А тут С5, другая совершенно структура. Белые готовы, что черные возьмут на Д4 и будет тогда уже система Мараца против дракона. Не скажу, что это что-то такое смертельное, убийственное и так далее. Играть, наверное, противно было именно с Горячкиной. Хотя я не считаю, что вот Мараца вот такое против дракона это что-то запредельно страшное. Я играл черными в своей жизни много раз эти позиции, ну и, как правило, выходил сухим из воды. Вот. Ну, в данном случае конь С6. Настаивая на взятии на С5, я не буду, так сказать, вдаваться в подробности и вот как-то ну, обозначу все-таки основные какие-то мотивы, идеи контр-игры черных после жертвы пешки. Висит сейчас пешка на С4. Здесь можно сыграть конь Б4 с угрозой конь С2. Скажем, король убегает, тогда черные могут сыграть или Е6 просто и делая ставку на долгосрочные выгоды своей позиции без пешки. И сыграть конь С2, разменять этого слона. Здесь, ну, понимаете, висит на Б2, там контр-игра у черных какая-то. Получше у белых, но я думаю, что ничего страшного. Я не знаю, что именно конкретно собиралась сделать биби Сарал Саубаева, если бы ее соперница, грозная вице-чемпионка мира Александра Горячкина, сыграла бы именно так, забрала бы пешку, но играет Д5 Горячкина, то есть делает ставку на такую классическую игру с постепенным зажимом. Х5 СД и Х4, белые готовы к этому ходу, логично, Х4 было бы для них не очень выгодно со своей стороны, а тут конь уходит на Х1, на Х1 и ладно. Ну, Х3 же 3 тоже ладно. Теперь кони Ф2, белые консорнировались, конь перешел на хорошую, на неплохую позицию, Б5, взятие-взятие, слон бьет Б5, но черные уже должны что-то делать. То есть Б5 сыграть хочется, поскольку контр-игры иначе нет такой конкретной. Но я не знаю. Я думаю, что ход правильный Б5. Не буду, так сказать, более конкретно что-то такое более однозначно говорить. То есть контр-игра у черных есть, а-ля ворфский гамбит, скажем так, а-ля какие-то еще гамбитные системы, где жертвуется как раз пешка на ферзе-о фланге. Линия Б у черных, фигуры их ожили, ферзь Е2, ладья Б3, но видно, что за пешку черные получили довольно много. Полная дискомпенсация? Наверное, почти полная. Ну, вот ладья Б4, опять же, может быть, ход не идеальный, но черным хочется играть конь С4, а конять это легко, и может быть, лучший ход здесь был С4. Не ладья Б4, а С4, в черных очень неплохая контр-игра. Но ладья Б4, опять же, не будем судить строго, тем более, это блиц, и все это неоднозначно в любом случае. Короче, Александра Горячкина мало-помалу начала переигрывать свою соперницу, хотя, опять же, ну, получше у белых, но на капельку, скажем так, но немного. Вот, ладья А4, защищая пешку, стоящую на поле, Е4, зачем? Ну, просто, чтобы защитить пешку, пока что. Какие-то конкретные идеи связанные с жертвой фигуры на Е4, я не знаю, но, может быть, они тоже могли рассматриваться, сейчас рассматриваться точно не могут. Король А7, профилактика, ждем-с. Белые могли сыграть Е5, и добиться некоторого преимущества, но вот после вот такой габитной игры, Е5, потом Ф5, забивая контр-игру черных, взять и взять, и оказывается, черные, в общем-то, держатся, хотя держатся на соплях. Я не знаю, считал ли что-то такое Александр Горячкин, принимая свое решение отказаться от Е5, в последующем Ф5, потому что, ну, понять, что на Афсалон БТФ6 черные берут на Б2 с угрозой Ферзь, Ж2 мат, белые могут дать шах, но черные не уходят на Аш8 или Ф8, чтобы не допустить взять на Ж7 шахом, а уходят на Аш7, теперь у белых, белые должны парировать угрозу мата с Ж2, ход ладья А2 это не то, потому что Чверзь даст шах, потом ладья подключится, и белые ему рискуют только проиграть, а не выиграть, а тут, ну, можно вот дать вечный шах, 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 попадаем в Ф5, Е6, и получается ничья. Это в случае хода Санон БТФ6. Если ход Ферзь Е6 дать, то все равно, вот так вот, приглашая к взятию на Ф6, а если защитить эту пешку, чтобы не допускать контргресс Ферзь Б2, тогда Ферзь Б4 с угрозой Ферзь Д4, но аналогичный вариант, и оказывается, что здесь все равно ничья. То есть, Ферзь занял идеальную позицию на Д3, выпяствовав ходу Ферзь Ф5 шах, теперь ладья бьет Б2, и оказывается, что вот этот вариант ничейный, ничейный, потому что никуда белым не скрыться от вечного шаха. Здесь отмечу, что нельзя играть Ладья Ф2 из-за Ферзь Д1 мат, Ладья Ф2, Ферзь Д1 мат, а если отступить, то все равно получаются вот такие шахи, и как ни удивительно, скрыться от вечного шаха белый король не может. Но это слишком тонко и хитро добиться, я думаю, что интуитивно принимали соперницы свои решения, Е5 не сыграла Горячина, сыграла король Ф2, последовала Ладья Б4, ну и теперь можно сыграть король Е2, было с лучшей игрой все-таки, но белый король отступил назад, словно посознав свою ошибку. Ну, на Е4 брать нельзя, там на Б4 висит, взятие на А4, Ферзь БТА4, может быть, черному стоял сыграть конь Х5, сыграла с угрозой СОН ДЦА3, может быть, похоже, что это давало им больше шансов на успешную защиту при сильнейшей игре белых. Был уже сыгранный Ферзь Б7, какой-то очень естественный. Ферзь встал на открытую линию, играть Ферзь Б5 белые не могут без потери пешки Е4, размен-размен, взятие на Е4, защищенная пешка Д6, атакована пешка Б2. Ферзь Б5 не то. Ну, Ферзь отступил, защищая эту пешку. Черный Ферзь резко активизировался, вот как хорошо вроде бы. Ну и белый должен был сыграть король Ф1, сохраняя лишнюю пешку, и шансы некоторые, может быть, не очень большие, ее реализовать. На Ферзь Е4 шаг следует Ферзь Е2, на всякий случай. Ну, вместо этого Александр Горячкин сделал ход Б3, который сразу привел к развязке. То есть, Б3 грубейшая ошибка, правда, блиц и так далее, ну, зевок понятно, в чем состоит. Вот при положении короля на Ф1 ход Б3 был бы вполне возможен. А тут конь бьет Е4, и нельзя взять конем из-за мата в один ход. Ай-яй-яй. И все. Все разводилось. Надо брать Ферзем, теперь взять МЦ3, пешка черными отыграна, белый король в опасности, угрожает Ферзь Е1 мат, на Б3 висит, но слон МФ2, прикрываясь от этого мата, Ферзь бьет Б3, Ф5, какая-то попытка организовать контргрую, белый все равно безнадежный здесь. Как не играй, все равно безнадежно. Ну, после Ф5 совсем просто. Шах. Что делать? Слон Е1. Если Ферзь Е1, то разменялись на Е1, взяли на Ф5 две лишние пешки у черных. А флот Слон Е1, Ферзь Д4, шах, то же самое вид сбоку, как говорил Антон Евгеньевич Карпов, и здесь сдался. То есть сдалась, капитунировала Александра Горячьевна, потому что она остается без двух пешек, и опять же говорить не о чем. Две пешки легко реализуются, тем более, что даже активизировать короля нельзя из-за идеи с Рон Ж1 и Слон Бьет Аждор. Ну, что в результате получилось? Что перед последним туром уже обеспечила себе первое место на чемпионате мира по блицу Биби Сара Ассоубаева. Наверное, это неожиданный для большинства результат, поскольку, тем более, что ее главные конкурентки проиграли дружно. Этот вообще отрыв оказался фантастическим. А Александр Костенюк, ну, который вроде бы после поражения еще в первой части турнира в стыковом поединке с Биби Сарой Ассоубаевой сильно отстала. Затем на финише развела бурный темп, выиграла все партии, там, не помню, сколько конкретно, не считал, но много партий на финише и ворвалась в группу лидеров, и не просто в группу лидеров, а по итогам турнира, даже не итоги основного турнира, просто итоги турнира. Это у мужчин был основной турнир, там, как мы знаем, были тайбрейки, перебои и так далее. А тут первое место чистое Биби Сара Ассоубаева, 14 очков с великолепным дополнительным показателем, второе место чистое Александра Костенюк, но вы видите по дополнительному показателю, что этот самый дополнительный показатель, то есть исеченный бугуль 157,5 у Александра Костенюк, он гораздо ниже, чем аналогичный дополнительный показатель у Валентины Гуниной и Полины Шуваловой, которые шли все время в притирку к лидеру. А они проиграли на финише, дружно отстали, Александра Костенюк их опередила, и можно, в общем, подвести итоги женских турниров, которые состоят в том, что явных два лидера оказалось. То есть один турнир выиграл Александр Костенюк, а чистое второе место заняла Бибисара Ассоубаева, а второе турнир выиграла Бибисара Ассоубаева, а чистое второе место заняла Александра Костенюк. Ну, я думаю, что и ту, и другую, то есть и Костенюк, и Ассоубаеву можно поздравить с великолепным выступлением, с заслуженным таким успехом. Ну, а всем остальным, тем, кто надеялся выиграть чемпионат, один из чемпионатов, показать большой, крупный, значительный результат, можно лишь посочувствовать. Ну, что ж, на этом у нас все. Я думаю, что о турнирах прошлого, только что ушедшего от нас 2021 года в ближайшее время рассказывать не будем. Я, перед тем, как проститься, хочу еще раз поздравить с теперь уже наступившим, а не наступающим, наступившим 2022 годом и пожелать, чтобы ковид от нас в этом 2022 году ушел как дурной сон. Я надеюсь, что человечество уже приближается к выработке коллективного иммунитета. Появляются сейчас, насколько я знаю, достаточно эффективные лекарства для заболевших. Надо, правда, их сразу принимать в первые же дни, когда симптомы эти будут зафиксированы. Но я не буду, я не медик, не буду говорить обо всем этом. Еще раз, счастья, здоровья, ну и всего самого наилучшего в наступившем году. А пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова